588 тысяч квадратных метров жилья. Самый большой дворец искусств и самая современная школа. Уходящий год явно выдался удачным в сфере строительства. Несмотря на пандемию, всевозможные ограничения и закрытые границы 2021 удалось сделать незабываемым. Предлагаем нашим зрителям вспомнить о большой стройке в регионе. Колонны на фасаде, сточенный гранит и другие элементы явно намекают нам на античное наследие. Перед нами стиль ампир. Дворец искусства Томикен однозначно главный объект 2021. Два года непрерывного строительства, миллионы затраченных средств. По итогу дворец является собой настоящее произведение искусства. Из интересных моментов, например, обратите внимание на подвесную систему освещения. В ней задействовано около 6 тысяч световых элементов. Строительство дворца было явно делом непростым. Занималась им местная компания «Альтаиркслоуровесница независимости». Наша съемочная группа имела удовольствие побывать здесь перед моментом сдачи дворца в эксплуатацию. Такой объект встретился мне в жизни первый раз. Значит, царство небесное Сережа, который пришел ко мне и говорит, «Папа, вот такой проект мне предлагают играть». Я говорю, принеси мне пояснительную записку. Он принес, я ее, я ее еще видел тогда, более-менее, я сейчас слепой, чтобы вы знали. Я почитал их пояснительную, говорю, Сережа, очень сложный объект, он не для тебя. А он говорит, «Папа, ты мне поможешь?» Я говорю, я буду все время сзади у тебя. Ну, так случилось, что пришлось мне с ним проститься. Мы находимся в самом сердце дворца искусств, на его сцене. Обратите внимание на это великолепие. Это самый большой зал в регионе. Он вмещает 926 зрителей. С момента открытия здесь уже прошли десятки мероприятий. Выступали столичные звезды Халибек Днишев, Жанна Оренбасарова, коллектив «Астана-балет». Словом, открытие дворца искусств стало настоящим событием не только в области, но и во всем Казахстане. За 30 лет независимости в регионе построены десятки объектов культуры. Около 50 объектов капитально отремонтировали, а дворец «Атамикен» является одним из главных событий. Культурное сообщество региона давно мечтало об этом. Это событие важно для всего Казахстана. Ведь кроме интеллигенции нашего региона, давно об этом говорили и именитые земляки, которые живут в других областях. Сейчас здесь в неделю проходят по пять мероприятий. Уже выступили звезды не только Казахстана, но и из-за рубежа. А это, пожалуй, главный объект уходящего года в сфере образования. Посмотрите хотя бы на стены. Они не выглядят привычной сферы. Вообще, новая школа номер 33 рвет привычный шаблон о том, как должно выглядеть среднее образовательное учреждение. Только вдумайтесь, здесь куча инноваций, много разных экспериментальных классов, например, робототехники, новейший класс химии. К слову, стоимость проекта более 1 миллиарда тенге. Здесь будут обучаться около 300 учеников. Вообще, в регионе в этом году приступили к строительству восьми школ. Две из них сдали в этом году. Соответственно, в следующем будут остальные шесть. Огромное внимание в этом году уделили и строительству жилых домов. На помощь в решении этого вопроса пришел и местный бюджет, и госпрограммы с республиканским финансированием, и частные инвестиции. Чтобы понять, насколько уходящий 2021 был успешным, достаточно обратиться к цифрам. Так, в этом году сдали 588 тысяч квадратных метров жилья. Это на 11,2% больше в сравнении с 2020. Касательно водоснабжения, у нас в текущем году ввелось строительство 20 объектов в 21 сельско-населенных пунктах. На это было порядка 5,8 миллиардов было выделено. По итогам года у нас вводится в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения. Это строительство и реконструкция. Также с местного бюджета у нас было выделено около 115 миллионов тенген на установку комплексных блок-модулей в 10 СМП. Из них 9 объектов, 9 СМП по итогам года мы вводим. Уделили внимание и сфере здравоохранения. Например, в этом году приступили к строительству поликлиники в селе Федоровка. Стоимость проекта 301,5 миллион тенген. Свои двери медучреждение распахнет уже в будущем году. На него как раз большие планы. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Алтенбек Тунашкалиев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.